15 лет назад моя жизнь круто изменилась. Открываю глаза, лежу в кровати. Это не моя кровать. Все вокруг размыто и ярко. Стены, шторы, ослепляющие и минесцентные лампы. Я не дома. И это постоянный писк. Я на больничной койке. К моему телу со всех сторон подключены провода. Как я сюда попал? Я попытался пошевелиться, но меня одолела острая колющая боль. Я кричу, но из моего рта не выходит и звука. Мои челюсти сомкнуты проволокой. Я в ловушке. Внутри собственного тела. Следующие дни размыты. Мои родные и друзья рассказывают мне, что произошло. Следующие несколько слов. Я никогда не забуду. Вы попали в аварию на вертолете. Мое сердце начинает биться как сумасшедшее. А Саша, мой друг, продолжает. Ваш вертолет столкнулся с другим вертолетом. И вы шесть дней были без сознания. Он останавливается. Но я слышу в его голосе, что это еще не все. Я чувствую, как жар разливается по моему телу как огонь. Когда Саша продолжает рассказывать ужасные новости, мой второй пилот Ран, сидевший рядом со мной, не выжил. Я воспользуюсь моментом, чтобы остановиться и сказать. Я был в больнице в течение очень долгого времени. И у меня было немало тяжелых моментов. Но лежать и слышать, что Ран поив в аварии, это был самый тяжелый момент в моей жизни. Да будет память о нем благословением. Через несколько дней врачи в больнице сказали мне, что я сломал обе руки. Левая нога была парализована, правая раздроблена. Я сломал таз, спину, несколько ребер, левый локоть, левое плечо, челюсть и мой мизинец. Не будем забывать об этом. Они вставили металлические пластины практически везде в мое тело. Ты должен посмотреть, как я прохожу проверку безопасности в аэропорту. Ничто в моей жизни до аварии не могло подготовить меня к тому, что произошло. У меня было прекрасное детство. Я очень активно занимался спортом. Хорошо учился в школе, пошел в армию и закончил летную школу в качестве пилота вертолета Апачи. Моя жизнь шла своим чередом. До той роковой ночи, в июле 2006 года, когда очередная миссия закончилась тем, что мой вертолет разбился и упал с высоты 6000 футов. Нет ни парашюта, ни кнопки катапультирования. Я был привязан к пятитонной груди металла, падающей насмерть. Моя жизнь навсегда изменилась в ту ночь. И с тех пор чаще всего мне задают вопрос, как бы выглядела ваша жизнь, если бы вы не были ранены. Сегодня я хочу поделиться с вами, почему я считаю, что это неправильный вопрос, и предложить способ жить без сожалений. За шесть месяцев пребывания в больнице у меня было много длинных, бессонных ночей. И в эти темные часы мне в голову постоянно закрадывался очень опасный вопрос. Почему? Почему это случилось со мной? Я неплохой человек. Так почему я это заслуживаю? И это быстро переросло в неизбежный вопрос, а что если? А что если бы я вообще не ходил в летную школу? А что если бы я не пошел на эту миссию? У меня был выходной. Я даже не собирался лететь в ту ночь. Что если? Что если? Это было безостановочно и не помогало. Но через несколько недель моего пребывания в больнице произошло нечто, изменившее всю мою точку зрения. Ко мне приехали родители моего второго пилота. Рано. В их глазах я увидел боль утраты. И все же они пришли поддержать меня. После их визита я задал себе другой вопрос. А что если? Что если бы я сидел в кресле второго пилота и не выжил? Что если бы мои родители потеряли сына? Видите ли, все это время я сосредотачивался только на негативном, а что если? На вещах, которые я потерял, а не на том, что у меня еще не было. В ту ночь я решил перестать себя мучить этим негативным, а что если? Это решение помогло мне отпустить прошлое, что было действительно важно. Но я все еще не знал, как справиться со своей новой реальностью, а я потерял способность ходить. У меня сросли челюсти, и я не мог есть. Ничего не мог делать сам. Мне было 24 года. И вместо того, чтобы ходить в колледж или путешествовать по экзотическим местам, пить коктейли с маленькими зонтиками, в 24 года я снова учился ходить, как младенец. Все. Каждое задание, каждое основное движение было борьбой. И когда вы боретесь, переживаете трудные времена, вы просто не можете позволить себе тратить свою энергию на вещи, которые вы не можете контролировать. Единственный способ, которым я мог справиться с новой реальностью, состоял в том, чтобы сосредоточить немного энергии, которая у меня была, на вещах, которые я могу контролировать. Моя левая нога не работала. Я ничего не мог с этим поделать. Так что мне пришлось сосредоточиться на правой стороне, в моем прессе, силе верхней части тела. Было больно. Я много падал. Но с большим трудом я смог преодолеть некоторые из своих ограничений. Мне потребовалось два с половиной года, чтобы встать на ноги, вынести боль и снова ходить. В этот момент я понял, как обращаться с настоящим. Но как насчет будущего? Моя жизнь изменилась настолько круто, я даже не знал, когда и в каком состоянии выйду из больницы. Одна вещь, которая помогала мне, это встреча с людьми, которые получили серьезные травмы и должны были пройти через измерительный процесс восстановления, чтобы вернуться к жизни. Я сижу с ними в реабилитационном центре. Алекс потерял ноги. Дэн потерял зрение. Дэн рассказывал нам, что до сих пор занимается экстремальными видами спорта. Единственное, чему не занимается, так это прыжки с парашютом. Это пугает его собаку. Я смотрю на них. Они полны позитивной энергии и оптимизма, несмотря на потерю. Увидев их, я вселил надежду и веру в то, что можно так много потерять и при этом жить полной и счастливой жизнью. Через три года после травмы мне приснился сон. Я шел по пляжу, чувствуя босыми ногами теплый песок. Во сне я шел без посторонней помощи, без ходунков, без костылей, без помощи. Но я хромал. И когда я проснулся, честно говоря, мне стало спокойно. Даже во сне, где все возможно, где я могу буквально летать, я все равно хромал. Для меня это было доказательством того, что я действительно принял нового себя. И с этим чувством принятия я смог открыть свой разум новым возможностям. Поэтому я решил попробовать как можно больше вещей. Старые вещи. Новые вещи. Одной из новых вещей, которые я попробовал, была игра в теннис. Знаете что? В начале я думал, как я могу играть в теннис? Я в инвалидном кресле. Я слишком медленный, слишком низкий. Но чтобы жить без сожалений, мне пришлось отключить тот голос в голове, который твердил мне «нет». Так что я попытался. И я начал играть и соревноваться. И точно так же, как когда-то я снова учился ходить, и я потерпел неудачу. Я проигрывал снова и снова. И снова я стал экспертом в падении. Но я обнаружил, что у тенниса на колясках есть два больших преимущества. Во-первых, вы изнашиваете свои теннисные туфли. И это здорово. И во-вторых, у вас есть неограниченный запас теннисных мячей для ходунков. Так что я продолжал идти. И начал выигрывать. Через шесть лет после травмы я полетел в Лондон на Паралимпийские игры, представлять свою страну. В олимпийской деревне я видел людей с немыслимой инвалидностью. И то, что они делали, захватывало дух с ног сшибательно. Этих невероятных спортсменов ничего не останавливает. Никакие ограничения. Ничто их не сдерживает. И вот теперь, когда люди меня спрашивают, как бы выглядела ваша жизнь, если бы не травмы, я просто улыбаюсь. Да, крушение вертолета было трагедией. Но я не позволил себе застрять в сожалениях. И это открыло мне новые возможности. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потери – это часть нашей жизни. Часть большой жизни. Они естественны и неизбежны. Но когда мы принимаем жизнь без сожалений, эти потери затмеваются уроками, которые они преподают, и перспективами, которые они приносят. Так как же прожить жизнь без сожалений, без необходимости терпеть крушение вертолета? Отпустите прошлое. Исключите негативное «а что если?». Примите настоящее. Делайте то, что вы никогда не думали, что сможете. Вместо того, чтобы спрашивать «что если?», спросите «что сейчас?». Спасибо.